Здравствуй, друзья. Две авиабомбы, ФАП-500. Уронил вчера Шойгу на территории Белгорода. Первая, как пишет база, упала на поселок Разумное-54. Она зарылась в землю и не разорвалась. Вторая упала на тот самый подъезд. Чтобы скрыть следы преступлений, Министерство убийств написало, что подъезд многоэтажного дома разрушен обломками сбитой ракеты «Точка-У». Обломки сбитой ракеты могут максимум шифер пробить на крыше и стекла повыбивать. Уничтожить целый подъезд может только целая ракета с целой боеголовкой, которая прямо туда и попала. Руслан Левиев по картам проверил направление, с какой стороны прилетел снаряд. Говорит, он прилетел со стороны России, а не со стороны Украины. Мы внимательно изучили все имеющиеся фото и видео, которые нашли по этому инциденту, по этой фактической трагедии. И однозначно установили, что прилет в данном случае был с северо-востока от дома. То есть с той стороны, где вглубь России получается. То есть, по сути, с украинской стороны оттуда никак прилететь не могло. Мы уверены в этом, потому что с северо-восточной стороны дома, там, где обрушен подъезд, буквально вот все окна выбиты. И рамы оконные, они вбиты во внутрь квартир. При этом, если вы посмотрите на юго-западную сторону дома, где-то внутренний двор, там почти все окна, наоборот, целы. Около того подъезда, который обрушился. И плюс видны двери гаражей, которые тоже находятся с северной стороны дома. Они вмяты вовнутрь. То есть видно, что взрывная волна произошла именно там. Она шла с северо-востока на юго-запад. То есть как бы стреляли, получается, с российской стороны. Поэтому у нас тут остается только две версии. Либо это российская же зенитная ракета от комплекса противовоздушной обороны, которая дала сбой и после пуска почему-то полетела вниз. Либо это очередной пример, когда авиабомба, пущенная с российского самолета, у нее не раскрылись крылья, и она в очередной раз упала на Белгород. Тоже далеко не первый инцидент. Буквально на днях такой инцидент ровно такой же был, когда бомба упала на Белгород, российская. Что меня насторожило? Так это то, что навстречу мгновенно приехал губернатор Гладков. Если бы Белгород обстреливала Украина, он бы в бомбоубежище сидел, носа на улицу не показывал. В нормальной стране, после такого военного преступления, министр обороны сидел бы уже давно на скамье подсудимых. Но в России его без лишнего шума перевели на другую должность. А это уже новый министр обороны. На смену ряженому генералу Шойгу, который в армии никогда не служил. Пришел никогда не служивший в армии Белоусов. Белоусов объясняет, чем будет заниматься на новом посту. Короче, большую часть налогов теперь на войну скрысят. Часть из этого себе на дворцы схрючат. А солдат будут копытить на полях Украины. В новый состав правительства войдут родственники и дети друзей старого состава правительства. А вот это Тбилиси. Телеграм-каналы пишут, что до 200 тысяч человек вышли на улицу против закона о войноагентах. Так люди борются за здоровое, нормальное будущее. Президент Гвинеи Бесау попросил сына Кадырова научить его стрелять. Пусть этот герой настоящим чеченцам, не Кадыровцам на глаза выйдет, попадется без охраны. Посмотрим, какой он там герой. Самария. Администрация подарила 98-летнему ветерану просроченные продукты. Какая власть? Такой подарок 9 мая. Вот она, атмосфера победы. Деревня, в которой люди до сих пор живут в деревянных бараках. Ходят по вытоптанной земле вместо дорог. Туалет, понятное дело, на улице. Газа в деревянных бараках никогда не было, до сих пор нет. Стоят люди в дешевых китайских куртках, смотрят на уныло развивающийся на ветру флаг и слушают сказки о великой победе. В Екатеринбурге толпа избила 45-летнего ветерана СВО. Ему разбили голову бутылкой, повалили на землю и стали пинать ногами, приговаривая «Это за то, что ты СВОшник». Комментарий освободителя «Я был как миротворец там, чтобы выровнять ситуацию, а выровняли меня». А вы знаете, что самый лучший подарок это книга? Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Город Омск. Из битого кирпича выложили дорогу к отделению почты, которая находится прямо в избушке. А тут немного не хватило кирпичей. Вот только в колени заварить. Все, а тут вообще не хватило кирпичей. Так, оставили. И, конечно. Вот такое у нас отделение почты, что рисует. Но вот это агрессивный шпички. Агрессивный шпички. Да, уже не пойду. Уютненько, не то слово. Знаете, что изменилось за последние сто лет? Решетки на окна поставили. Священник второй армии мира учит, как правильно и ради чего надо умереть. Сколько я буду жить, не знаю. Сколько вы будете жить, я не знаю. Но то, что раз вы здесь находитесь на этой земле, раз я нахожусь, раз это угодно Богу. Обалдеть. Это что, армия? А где автоматы? Где бронежилеты? Где каски? Где рации? Где танки? Где военная форма? Вы можете принести большую пользу всем, чем там. Самая большая польза от вас, говорит священник второй армии мира. Откуда вы к нам приехали? Мы идем на фронт не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы защищать свою родину, быть полезным. Если нужно будет отдать свою жизнь за наших родных. Чтобы защитить своих родных, на которых, кстати, никто не напал, надо прийти на чужую землю и там умереть. В путинском православии все четко. Сотни лет уже вроде как прошло. А вроде как не прошло. Продолжение следует... Продолжение следует...